Всем привет! В этом ролике мы используем новые инструменты из крафта и посмотрим, отличается заработок или нет. Видосик должен быть интересненький. Я уже все проверил и вы будете реально приятно удивлены. И захотите себе кое-что скрафтить, поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод. Вводите промокод Палканов на любом сервачке до 5 уровня, за него получите 300 тысяч рублей. Вся информация есть в описании под видео. Всем желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита! Ну что ж ребятки, давайте вначале я вкратце объясню, что это за предметы, какое у них преимущество, где его взять и как создать. Вы получается нажимаете кнопочку Tab, нажимаете инвентарь, крафт и здесь есть инструменты. Именно это нам сегодня и понадобится. Здесь есть такой инструмент, как отбойный молоток, бензопила и метла. То есть это те предметы, которые вам очень сильно помогут в работе. То есть получается отбойный молоток нужен для карьера, бензопила нужна для сыпилки, а метла нужна для уборщика улиц. Сегодня мы будем тестировать бензопилу и метлу, потому что к сожалению скрафтить отбойный молоток у меня не получилось. Бензопила позволяет быстрее добывать дерево, при использовании увеличивается шанс выпадения предметов для крафта. С метлой в принципе то же самое, вы будете быстрее убирать улицы и у вас будет больше шанс получить предметы для крафта. Сегодня мы все это проверим, посмотрим в первую очередь какой будет заработок и посмотрим как часто нам будут падать предметы для крафта. И где они будут падать больше и лучше. Как я и сказал, я себе получается скрафтил метлу и бензопилу. То есть я уже поработал, я уже все проверил, я знаю где какой заработок. Предлагаю вам как бы это все посмотреть. Я буду коротко, ясно все рассказывать, не буду затягивать видос, просто покажу вам самое главное. Также хотел бы обратить ваше внимание то, что данный эксперимент я проводил в x2 день, то есть зарплата была больше. Подобные мероприятия происходят либо в праздники, либо на выходных. То есть каждый выходный работает x2, поэтому это обязательно имейте ввиду. Ну что ж, как вы видите я приехал получается устроился, уборщиком улиц и рядом у нас здесь была кучка. Я начал очистить и понял то, что это реально просто имба. То есть убирать максимально быстро и за один подход мы убираем 5%. Я буквально одну кучу убирал где-то от 5 до 6 минут. И это реально очень даже хорошо. Также хотел бы обратить ваше внимание на то, что у меня был всего лишь второй скилл. То есть у меня нет там 10-го, 15-го скилла. У меня на этой работе был всего лишь второй скилл. И еще имейте ввиду то, что если вы работаете уборщиком, то смотрите сколько платят в каком городе. То есть в Батыреве одна зарплата, в Южном другая, в Арзамасе третья. То есть зарплата в каждом городе отличается. Поэтому перед тем как работать, возьмите просто посмотрите, где вы будете больше зарабатывать. По итогу я поработал полчаса, я как бы это сделал и заработал неплохую сумму денег. А именно 450 тысяч рублей я заработал за полчаса. С x2 напоминаю, конечно же. То есть за час можно заработать около 1 миллиона рублей. Но есть одно но. Как вы можете заметить, как бы метла у меня очень сильно сломалась. То есть у меня осталось там 20% и просто час она бы не прожила. Насчет предметов. Мне именно с уборщиков улиц нападало очень много предметов. Я думаю вы сами это видите. То есть нападало прям дай боже. С каждой кучки мне там по 3-4 предмета реально падало. То есть с этим проблем как бы нету. Реально шанс очень хороший. И можно реально налутать очень много предметов для крафта. Переходим теперь к следующей рабочей, а именно лесорубы. Я тоже приехал, переоделся, взял получается пилу и пошел работать. Честно я как бы не особо часто работаю на лесопилке. Но вроде бы побыстрее. То есть я не знаю в 2 раза быстрее. Либо там в 1,5 раза быстрее. Но реально чувствуется то, что с пилой ты как бы это все делаешь быстрее. И хочу заметить ребятки то, что у меня на лесорубах был 6 скилл. Я вам скажу так, то что мне мой 6 скилл никак по заработку особо не помог. То есть я уже поначалу видел то, что я буду зарабатывать достаточно мало. Но в любом случае нужно было поработать полчаса. Поэтому я как бы не останавливался. Но насчет лесорубов что могу сказать. Честно работа какая-то не особо такая веселая. То есть допустим когда я убирал именно кучки мусора. Там просто раз-два быстренько туда-сюда и все. А здесь тебе нужно получается порубать дерево. Потом отнести на конвейер. Потом дождаться пока оно обработается. Потом отнести на склад. Короче работа если честно скучноватая. По итогу я отработал 30 минут. И что вы думаете? Я заработал 170 тысяч рублей. То есть по заработку это вообще просто ничего. То есть на уборщиках улиц мы на втором скилле заработали 450 тысяч в x2. А здесь в x2 мы заработали на шестом скилле. Получается 170 тысяч. Пила очень хорошо держится. То есть у нее износ очень хороший. То есть я поработал полчаса. И у меня там всего ушло по моему 16%. Я так примерно посчитал то что вам этой пилы спокойно хватит именно 3 часа поработать. Работать короче с кайфом вы сможете с этой пилой если у вас реально больший скилл. Потому что вы будете как бы это все быстро делать. И как бы неплохо зарабатывать. Но так если вы хотите с этой пилой там скилл прокачать. Либо заработать. У вас как бы это не получится. Насчет получается предметов которые мне падали. Мне упало очень мало предметов. Максимально мало. Здесь напада реально мало. И это реально печально. Потому что для того чтобы создать метлу. Нужны именно ресурсы с лесорубов. Ну что ж ребятки. Какой могу сделать вывод. Что я могу вам в принципе рассказать. Из личного опыта. Что я понял. Я понял то что. Да. С помощью метлы можно реально хорошо зарабатывать. Но к сожалению у нее очень маленький ресурс. То есть вам будет невыгодно постоянно ее крафтить. Либо у кого-то покупать. То есть вы будете тратить по сути те же самые деньги. Которые вы зарабатываете. Да конечно. В любом случае можете пойти на лесорубы. И сами копить эти ресурсы. Но сколько у вас это займет времени. Я не знаю. То есть именно вот эти ресурсы которые нужны для метлы. Они даются именно на лесорубах. Но зато с метлой кстати падает очень много ресурсов. Короче по ресурсам прям очень все хорошо. И эти ресурсы потом можете в принципе продавать. Ну что ж. Теперь давайте поговорим по поводу лесорубов. По поводу бензопилы. Ресурс конечно у пилы очень хороший. Много больше чем получается уборщиках улиц. Но на уборщиках улиц и заработок другой. Но как я и сказал ранее. Если вы хотите именно зарабатывать на лесорубах. То вам нужен большой скилл. То есть если у вас нету большого скилла. По факту вам эта пила нахрен не нужна. Потому что вы там много денег не заработаете. Если у вас там 20-30 скилл есть. Тогда вам есть смысл эту бензопилу. Либо купить либо скрафтить. Ну что ж ребятки на этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Конечно же подписывайтесь на канал. Я надеюсь что это видео было вам полезно. Интересно. Надеюсь что видео получилось короткое. Со смыслом. Все ссылочки в описании. Заходите играйте вместе со мной. Всех обнял приподнял. Всем пока пока.